Малышева рассказывала, что вы единственный из тех артистов, которые пародировали ее, прозвонили ей и предупредили, что готовится такой номер. Это только в отношении этой ведущей, или это вообще ваша практика была предупреждать людей о том, что вы готовите пародию? Не совсем она правильно интерпретировала. Я позвонил не заранее, а по факту. Когда уже все было готово, я ей позвонил, предупредил и попросил прощения, если вдруг ее что-то заденет. Это первый момент. Второй, конечно же, я не всем звонил, хотя бы потому, что у меня нет всех телефонов, номеров. Третий момент, с чем я столкнулся уже неоднократно. Как только ты звонишь кому-то даже сказать спасибо за какую-то интересную встречу, или ты звонишь спасибо за спектакль, который ты увидел, или за песню, которую ты услышал, или какой-то... На том конце провода это про всеобщее, так сказать, недоверие, напряжение какое-то. Люди изувечены. Да, 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 спасибо. Ты сразу в списке подозреваемых так, что ему надо? А чего это он мне звонит? А значит, это так, что-то тут не то. А ведь раньше как было, ну, люди хорошо воспитанные, если их что-то восхищает, или они действительно кому-то испытывают какой-то питьет или уважение, они позвонят, скажут, и ты думаешь, ну, это интересно, обратная связь. Сейчас обратная связь, там, так сказать, в соцсетях, или там по принципу дурак сам дурак. Все, на этом как бы общение заканчивается. Ну, вот я из тех людей редких, если я действительно хожу номер телефона, я звоню. Ну, я ей позвонил, действительно. Она мне очень красиво, изысканно, талантливо отомстила. Она сказала, что, дорогой мой, я не обижаюсь, я с удовольствием посмотрю. Она посмотрела эту пародию. На следующий день она мне звонит в 9 утра. Для артиста 9 утра это сложное время. Но, тем не менее, я говорю, да, кто? Другой мой друг, я посмотрел пародию, я хочу вас уведомить, не приглашаю, она говорит, я хочу вас уведомить, что в субботу вы у нас снимаетесь в программе здоровья. Я говорю, да, хорошо. Съемка в 8 утра. Я говорю, хорошо. Что вы думаете? Я приехал и стал поджелудочной железой. Субтитры сделал DimaTorzok